Базона Хиггса, вот для обывателя, ну вот что дало... Где же его приспособить в хозяйстве? Совершенно верно. Можно ли его там в банки заложить, понимаете, Базон Хиггса? Или там что-то за него купить, ведь потратили миллиарды, а когда наступит эта отдача? То я тут могу привести пример такой, понимаете, что у каждого из нас в кармане сейчас находится кусочек Базона Хиггса. Что вы имеете в виду? Я имею в виду смартфон. Ведь смартфон это продукт, который был получен в результате вот всех этих космических экспериментов, всех этих экспериментов на Большом Адронном Коллайдере, всего-всего-всего шлейфа, который связан с получением новых технических и технологических возможностей для того, чтобы открывать что-то новое. И поэтому даже появление такого продукта, как смартфон, оно с лихвой окупает. Ведь это же был нецеленаправленный какой-то поиск чего-то того, что давайте создадим... А ведь это же был набор технических решений и технологий, которые потом сложили вместе, скомпилировали и получили вот этот продукт, которым каждый из нас сегодня пользуется. Интернет и все остальное. Так вот, вот для этого и нужен бозон Хиггс.